19 камер фиксации нарушений на красноярских дорогах не работают, но водители по-прежнему сбрасывают перед ними скорость, останавливаются перед стоп-линией, одним словом боятся нарваться на штраф. Фактически это 19 муляжей. Где они установлены и заработают ли снова, расскажем в сюжете далее. Будь у меня сейчас в руках не телефон с камерой, а прибор для фиксации нарушений, как у дорожных полицейских, он бы показал, что на этом участке коммунального моста водители сбрасывают до 60. К виной тому и знак ограничитель 40, и вот эти камеры, которые должны фиксировать нарушения и скоростного режима, и движения по полосам. Должны, но, как оказалось, делали это с грубыми нарушениями. Камера на коммунальном не единственная работала с помехами. Еще 18 раскиданы на перекрестках по всему городу, на Шахтеров, в Северном, в Свердловском и Ленинском районах. Инспекторы говорят, камеры фиксировали скорость почти в 100 км в час у машины, которая только тронулась с перекрестка. Или присылали штраф за езду по выделенке, когда фактически этого не было. Все это заметили еще на стадии приемки работ, поэтому, оказывается, камеры так и не запустили. На сегодняшний день они не функционируют, то есть информация с них до центра автоматической фиксации, которая выносит постановление об административных правонарушениях, она не поступает. Устанавливать камеры в этом году взялась московская компания. При начальной цене почти в 500 миллионов она выиграла торги за 196. Сначала вскрылись недочеты, потом подрядчик сорвал все сроки. Теперь краевые власти судятся с ним. Первое заседание будет только в октябре. Затянется это как минимум месяца на три. Это при хорошем раскладе. В случае, если первое заседание пройдет в октябре, второе прение по судебному процессу будет, скорее всего, в ноябре. И только в декабре может быть вынесено решение. Но, продолжает Фролов, даже неработающая камера воспитывает водителей. Кто не знает, снимают ли его, для верности сбрасывает скорость. Как относитесь к тому, что камер много на дорогах сейчас? Да, не знаю, даже положительно. Здесь степенируют водители, видят камеру, снижают скорость. Поставили 70 километров в час ограничения. Поснимали денег и все, потом до свидания. Ни знака нет, ничего нет. Сам лично попадался. Хотя ни аварии, никакого не опасного участка, ни опасного перекрестка, ничего не было. Я думаю, что здесь что-то не в порядке. Не может так, чтобы много... Ну, вроде порядок соблюдают, все нормально, но все равно приходят в страх. В ГИБДД напоминают, неважно, ни рабочий прибор фиксации, или его нет вовсе, правила на дороге никто не отменял. И следить за этим по-прежнему будут патрули. Но пока камеры за 2 миллиона фактически выполняют функцию муляжей за 100 тысяч. И так, говорят общественники, мы будем жить минимум до января. Илья Филонов, Станислав Смирнов, 7 канал.